Вести Карачаева, Черкесия Вести Карачаев Вести Карачаева, Черкесия Рашида Тимрезова с заместителем председателя правительства Российской Федерации Александром Новаком обсуждены перспективы социально-экономического развития региона, в том числе ход исполнения поручений президента страны и реализации инвестиционных проектов на территории республики. Особое внимание уделено развитию всесезонного туристического кластера Архэс. В ближайшие годы горнолыжный курорт станет одним из основных туристических направлений в округе. По словам руководителя региона, сегодня в правительстве страны высоко оценивается потенциал нашего молодого курорта, который уже успел себя хорошо зарекомендовать. За 8 лет существования Архэза туристический поток на курорт увеличился в 7 раз. Сегодня он составляет 800 тысяч туристов в год. В малом зале Дома правительства под председательством заместителя председателя правительства Карачаевой Черкесии Евгения Гордиенко состоялось совещание по вопросам развития жилищно-коммунального хозяйства республики, повышения эффективности управления многоквартирными домами, а также проблемам и путям их решения. В своем выступлении министр строительства ЖКХ региона Ринат Семенов отметил, что в последние годы проводится преобразование, цель которых создать комфортные и безопасные условия, проживание граждан, сделать сферу ЖКХ ориентированной на клиента и привлекательной для бизнеса. Кроме того, участники мероприятия обсудили с представителями управляющих компаний Карачаева Черкесии вопросы и замечания, связанные с предоставлением их услуг жителям. Во Дворце культуры Черкеска чествовали победителей республиканского творческого конкурса на лучший авторский материал по профилактике терроризма и экстремизма. Дипломы и денежные призы победителям конкурса вручил министр Карачаева Черкесии по делам национальности, массовым коммуникациям и печати Альберт Кумуков. Он отметил, что с каждым годом количество заявок на конкурс только увеличивается. Я бы сказал, что журналисты справляются со своей работой хорошо в данном направлении, потому что профилактика идет каждый день, коллеги активно работают, освещают разные сферы деятельности по данному вопросу и, как мы с вами видим, пока у нас это получается. Взаимодействие между министерством и нашими коллегами-журналистами наважено очень активно. Мы постоянно связи 24 часа в сутки. Разные темы, не только данная проблематика, но и остальные темы освещаются довольно-таки корректно. Работа слаженная. В номинации «Лучший телевизионный сюжет» победу одержала наша коллега Рабиат Кокова. Своими впечатлениями она поделилась сразу после церемонии награждения. Я, который разубеждаюсь, все-таки СМИ – это мощнейшее оружие, которое может повлиять на мнение населения. И в этом плане, в этой работе по профилактике экстремизма и терроризма, мы, журналисты республики, я думаю, делаем большой вклад в это дело. Республика эффективно реализует мощный потенциал социально-экономического развития в сфере индустрии гостеприимства. И надо отметить, что показатели у нас стабильно, ежегодно растут на 15%. Отметил в ходе своего выступления министр туризма и курортов республики Расул Тикеев. Я бы хотел коротко рассказать о туристическом потоке в регион. Так, за 2021 год у нас туристический поток – 1,749,000 туристических прибытий, а вот 9 месяцев уже 1,612,000. Донбай представляет современную инфраструктуру, которая на сегодняшний день есть. На территории размещено более 100 отелей. Это порядка 7,5 тысяч мест размещения единовременного. 25 километров современных горнолыжных трасс разного уровня сложностей. ВТРК «Архэс» – молодой курорт, который вот уже за 8 лет увеличил турпоток в 7 раз, и сегодня турпоток в «Архэс» по итогам 2021 года – это почти 800 тысяч туристических прибытий. Также доступны 27 километров современных горнолыжных трасс различного уровня сложностей. Это порядка на самом ВТРК «Архэс» 2 тысяч места размещения, и в одноименном поселке «Архэс» это более 4 тысяч места размещения. Что в современных условиях можно и нужно делать для социализации трудных подростков, что оказывает главное влияние на систему жизненных ценностей и поведения молодежи? Эти и другие вопросы поднимались на заседании, прошедшем в Общественной Палате Республики с участием в ведомстве и организации, занимающихся в социализации трудных детей. А их в нашей республике, как показывает статистика, немало. Информацию комментирует председатель комиссии Общественной Палаты по развитию высшего, дошкольного и среднего образования Джамал Тибуев. Нужно начать с сути проблемы. Во-первых, понять, кто такие трудные. То есть выделить ту категорию, которую можно отнести к трудным подросткам и молодежи. Выяснить психологические аспекты, почему с ними так происходит, в какую трудную жизненную ситуацию они попали. Для того, чтобы разрабатывать какие-то шаги и планы, для начала нужно понять, с кем мы работаем, в каком количестве они у нас присутствуют в нашей республике конкретно. Сегодня во многих регионах и городах нашей страны будет проходить всероссийская акция «День правовой помощи детям», приуроченная к празднованию Всемирного дня ребенка, который отмечается 20 ноября. О том, какие мероприятия будут проводиться в этот день Управлением Федеральной службы судебных приставов по Карачаево-Черкесии, рассказал начальник отдела правового обеспечения и ведения государственного реестра и контроля за деятельностью юридических лиц, осуществляющих функции по возврату просроченной задолженности, Мурат Лисов. 18 ноября 2022 года с 9.00 до 18.00 в Управлении ФСП России по Карачаево-Черкесской республике будет проведен День правовой помощи детям. Для участия в приеме будут приглашены представители Государственного юридического бюро. Лица, нуждающиеся в правовой помощи, смогут обратиться в службу судебных приставов в республике без предварительной записи. Вместе с тем, Управление ФССП России по Карачаево-Черкесской республики рекомендует заранее сообщить о своем планированном обращении, чтобы работники управления могли максимально предметно подготовить решение вопроса к моменту приема и принять соответствующие меры. По вопросам записи на прием возможно обратиться по адресу город Черкесск, улица Свободы, 64ю-1, по телефону 8-878-2-21-56-18. При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность и документ, подтверждающий полномочия. Этот же день в управлении будет работать в горячей линии по вопросам оказания правовой помощи детям. Номер телефона 8-878-2-21-56-18. Как на сегодняшний день реализуются мероприятия, направленные на снижение напряженности на рынке труда? О временных мерах поддержки безработных, о трудоустройстве граждан в условиях пандемии расскажет директор управления Центра занятости населения по Адыгихабльскому району Дина Джамбекова. На сегодняшний день в Центре занятости по Адыгихабльскому району зарегистрировано 120 человек. Эта цифра вообще в течение года колеблется. То увеличивается, то понижается. Естественно, во время пандемии, во время коронавирусной инфекции, во время распространения эта цифра была больше. Но в данный момент сейчас она уменьшилась. В целях дополнительных мер поддержки работодателей и граждан предусмотрено финансовое обеспечение затрат работодателей на частичную оплату труда при организации общественных работ, при участии граждан, зарегистрированных в целях подходящей работы в центрах занятости, и которых Центр занятости направляет на эти общественные работы. При этом хочу отметить, что в период участия в общественных работах за ними сохраняется право на получение пособия по безработице. В селе Джагамала Карачаевского района появится новая мечеть, которая возводится на месте старой мечети, здание которой было признано аварийным. В разные годы в этом здании размещались гидроэлектростанция, производственный цех и пост ГАИ. Комментирует информацию заместитель муфтия Духовного управления мусульман Карачаева Черкесии Мухаммад Хаджи Эркенов. Были плиты перекрытия, они прямо держались где-то сантиметра на два, стены начали расходиться, поэтому мы пропустили швеллер снизу, чтобы она не раздавила людей. Мы поговорили, обговорили, собрали село, говорим, это аварийное состояние, здесь уже молиться нельзя, опасно. Поэтому мы должны строить новую мечеть. Более 200 гектаров леса восстановлено в Карачаево-Черкесии за 4 года по нацпроекту «Экология» и партпроекту «Чистая страна». В текущем году соответствующие мероприятия были организованы на 13 гектарах, в том числе содействие естественному лесовосстановлению на 11 гектаров. В текущем году соответствующие мероприятия были организованы на 13 гектарах, в том числе содействие естественному лесовосстановлению на 11 гектарах и искусственное лесовосстановление на 3 гектарах. Более 14 тысяч молодых деревьев посадили в этом году на землях лесного фонда, в парках и скверах республики в рамках акции «Сохраним лес». С 22 по 25 ноября в Черкесске пройдет бизнес-интенсив, в котором примут участие студенты вузов и СУЗов региона, заинтересованные в открытии своего дела в качестве самозанятого или индивидуального предпринимателя. Грандовый проект «Молодой предприниматель» направлен на развитие молодежного предпринимательства. Подать заявку и принять участие в нем можно до 20 ноября через онлайн-форму по ссылке businessintensive.tilda.wc. Ребята из Карачаева, Черкесии стали обладателями спецнаград на Всероссийском фестивале вокально-хореографического и сценического конкурса «Мир звезд». Артисты ансамбля HMS привезли домой различные награды. Анзору Тхагапсову достался специальный приз за активное стремление к победе. Ансамбль стал лауреатом первой степени сразу за два танца. Кроме того, выиграли вице-гран-при за танец Махаджиров. По сообщению синоптиков Республиканского гидрометеоцентра, завтра по Карачаевой-Черкесии ожидается переменная облачность. Местами небольшие осадки в виде дождя. Ветер южной четверти 5-10 метров в секунду. В горах порывы до 20 метров в секунду. Температура воздуха плюс 13-18, в горах местами до плюс 9. В Черкесии слабо дождь. Ветер южной четверти 5-10 метров в секунду. А столбик термометра поднимется до 17 градусов. Это все новости к этому часу. С ними я вас знакомил Марти Киев. Берегите себя и своих близких. Всего доброго. Реклама Пираты захватили Кисловодск. Захватывающее цирковое шоу с удивительными животными. Леопард, обезьяны, крокодил, питоны, медведи, лошади. И это еще не все. Спешите узнать тайну пирата в Кисловодском цирке с 29 октября. Вниманию водителей и пассажиров, планирующих поездки в Крым и обратно. На сайте Министерства транспорта Российской Федерации в разделе «Деятельность» во вкладке «Об организации логистики между Республикой Крым и Краснодарским краем» вы можете ознакомиться с вариантами передвижения между регионами. На странице собраны все альтернативные маршруты как для частных пассажиров легкового транспорта, так и для водителей большегрузов. В разделе можно узнать информацию о работе автомобильного, железнодорожного и морского транспорта, выбрав удобный вариант передвижения. Подробности на сайте Минтранс.гоф.ру Вы слушали Радио России, Карачаева, Черкесия.